здравствуйте мои дорогие ученики здравствуйте уважаемые родители хочу поблагодарить вас за отзывчивость за ваш труд вы блестяще справились с моим предыдущим заданием молодцы так держать я вами очень довольна продолжается наше дистанционное обучение и в этом видео я хочу вас научить создавать фактурную цветную бумагу из подручных средств так как близится праздник светлая пасха мы с вами сделаем открытку на эту тему применяя фактурную бумагу первое с чего нужно начать это придумать как будет выглядеть ваша открытка начинаем мы с простого эскиза я взяла 4 листик разрезала его пополам и изобразила вот такую простую композицию здесь у меня кулич свеча тарелочка на которой лежат пасхальные яйца ряда рядышком у меня вылупился цыпленочек и символ весны такой сзади у меня стоит ваза в которой стоят веточки вербы вы можете придумать свой эскиз как у вас будет стоять я сделала вот второй вариант может быть и так здесь вот несколько куличков в подсвечнике свеча это не обязательно как вы придумаете главное чтобы у вас все стояло рядышком перекрывала друг дружку был дальний план второй план это что у вас близко стоит поближе будет побольше после этого мы приступаем к созданию нашей фактурной красивой бумаги из которой мы будем это все вырезать наклеивать на фон который мы тоже впоследствии подберем что нам будет подходить на каком фоне это будет смотреться красиво лучше поярче приступим я выбрала для себя вот этот эскиз и смотря на него я буду подбирать бумагу будем делать по цветам какая нам сюда подходит начнем с коричневого цвета для куличика и для веточек я взяла обычный лист от четвертого формата для компьютера он тоненький вот мы его возьмем также мне понадобится кисточка я взяла плоскую щетину вы можете взять плоскую синтетику побольше как которая у вас есть я взяла смешала для себя коричневый цвет такого оттенка вы можете взять светло-коричневый и начинаем делать вот такие движения нужно в одну сторону если остаются вот такие пробелы это хорошо это и есть наша фактура которая нам нужна и покрываем весь 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 листик из этого мы сделаем я уже говорила кулич и и веточки вербы первая наша фактурная бумага готова мы ее откладываем в сторону чтобы она хорошо просохла и приступаем к следующему не забывайте что для этого этапа нам нужно погуще взять краску не забыла вам об этом сказать я брала погуще краску гуашь и хорошенечко все растягивала прежде чем приступать к следующему этапу я опять же беру свой эскиз и смотрю у меня здесь цыпленочек и верба это будет одна будет использоваться фактурная бумага и для цыпленка и для этих пушистиков которые на вербе так называемые цветочки мне понадобится желтая краска белая и нужно опять же немножечко добавить коричневого цвета который у нас уже есть опять же вы берете эту же самую краску я макнула в желтую в белую и капельку коричневого не обязательно это все между собой смешивать и таким же образом вы покрываете следующий лист бумаги опять же у меня компьютерный лист тоненький я его опять таким же способом покрываю тоже с пробелами ну даже так интереснее нужно еще немножечко коричневого добавить вот так таким образом сверху пройти где-то можно поярче желтого делаем это быстро уверенно помните что ошибки совершают каждое поэтому если вы где-то что-то у вас не получается не нужно расстраиваться просто получаем удовольствие от процесса нашего с вами творчество желтенький нужно беленький чем больше у вас будет пробелов тем интересней и также откладываем в сторону ждем когда высохнет пока он будет сохнуть приступим к следующему этапу чтобы сделать следующий этап следующую фактурную бумагу нам нужно взять красный смешать с белым бордовые смешать с белым синие тоже смешать с белым и потом взять немножко вот этого цвета и смешать с голубым получится вот такой сиренево-фиолетовый оттенок и и теперь мы берем самую обычную простую губку для посуды вот этой стороной макаем в краску немножечко вот что у вас должно получиться помогали и теперь отпечатываем на листе лист опять же взяли обычный компьютерный тоненький листик и дальше я вот так начинаю отпечатывать далее макаю в следующий цвет и также сверху отпечатываем очень такой интересный процесс увлекательную я думаю вам понравится даже успокаивает макаем в голубой нужно здесь полете опять же остается пробелы это хорошо потом наш сиреневый тут же тоже по всему листику розовый вот такой остался еще допечатать вот так вот и вот так вот так вот и вот так вот так вот сиренево-фиолетовым внутри Получилась вот такая интересная пестрая бумага. Откладываем в сторону. Теперь для вот этой вкуснейшей красивой глазури, которая у нас будет сверху кулича, мы будем использовать акварель. Для этого я взяла плотную бумагу 4 формата и разделила ее на 4 части. Вот эту одну четвертинку мы берем. Вам нужна кисточка мягкая, белка или, если есть у вас пони, самая большая, которая у вас есть. У меня вот такая, я такую возьму. Убедитесь, что у вас чистая вода. Обязательно нужно это будет делать с помощью чистой воды. Смачиваем кисточку, мочим листик и теперь макаем в акварель. Синий. И ставим вот такие точки, оно будет красиво растекаться. Берем погуще, потому что при высыхании акварель становится светлее, а мы же хотим, чтобы у нас была яркая, красивая работа. Теперь зеленый, можно вот такой изумрудный, можно ярко-зеленый, какой хотите. Опять же ставим такие точечки, оно все продолжает у нас растекаться. Красный. Можно бородовый, можно красный. Я беру бородовый. Ничего страшного, если краска попадает на другой цвет, даже еще лучше. Появляются еще новые другие оттенки. Желтый можно, можно оранжевый добавить. Такой вот пестрый ковер у нас получился. Также откладываем в сторону для высыхания. Следующий точно так же. Листик мочим. Смочили и берем уже другие оттенки. Синий. Такой поярче взять. Фиолетовый. Фиолетовый. Бордовый еще добавить. Опять же остаются пробелы, это хорошо. Откладываем в сторону. Тоже самое, опять мочим. Уже получать третий листик у нас такой будет. Берем желтый. Красненький. Если есть, то у вас розовенький, например, в красках. Можно оранжевый, чтобы поярче было. У вас у всех акварель разные. Такая вот пестрая, интересная бумага у нас получается. Можно еще желтого. Отправляем всушиться. И последний наш листик. Мы берем старую зубную щетку. Можно взять сухую кисточку. И проверьте опять же, чтобы у вас была чистая водичка. Чуть-чуть смочить буквально кончик. Вот я взяла такую палочку. Можно это пальчиком, конечно, делать. Но предупреждаю, что вы будете все грязные и весь стол будет в пятнах. Поэтому лучше заранее постелить что-то, чтобы стол не испачкали. Ну и сами тоже, может быть, фарточек, если у вас есть, будет отлично. И макаем в краску опять же в акварельную. Возьму синий. И начинаем вот так брызгать. И так разными цветами, чтобы у вас все получилось в разноцветных таких вот точечках, брызгах. Вот такая у меня получилась радуга из брызг краски. Я брала желтый, зеленый, красный и синенький. Можно еще также оранжевый добавить, фиолетовый для большей красоты, для большего эффекта. И все, ждем, когда все высохнет, просохнет хорошо. Теперь, когда у нас все высохло, хорошо просохла наша фактурная бумага, которую мы с вами сделали, мы берем картон или, если же у вас есть лист для пастели, бумага для пастели. У меня есть зеленая, синяя. Но я все-таки выберу синий. Вы можете взять любой холодный цвет, который у вас есть. Это может быть фиолетовый, синий, бирюзовый, также зеленый. Какой вам нравится. Я беру вот этот лист, который мы делали с помощью вот таких отпечатков. И отрежу отсюда вот такую полосочку. Это будет мой стол, на котором будут стоять все остальные предметы. И вот таким образом прикладываем, но пока ничего не приклеиваем. Нам нужно убедиться, что все у нас красиво получилось, что у нас ничего не будет сливаться. Дальше опять же берем эскиз, смотрим, что мы будем делать дальше. Мы будем делать дальше вазу и вербу. Для вазы эту же самую бумагу я уже использовать не буду, так как она будет сливаться. Поэтому посмотрим, что мы с вами делали и подберем цвет. Я возьму эту бумагу, так как она яркая и имеет теплый оттенок, теплого цвета. А теплый цвет очень хорошо смотрится на холодном и не будет ничего у нас сливаться. Поэтому вырезаем из этого вазу. Ваза у вас может быть любой формы, которую вы придумали. Вот такая у меня будет ваза. Я ее сюда прикладываю точно так же, как на моем эскизе. Вы тоже кладете перед собой эскиз и смотрите, где у вас что стоит. И пытаетесь составлять ту же самую композицию здесь. Далее из этой бумаги я буду вырезать веточки для вербы и наш красивый куличик. Вкусненький, аппетитный. Все-таки я смотрю, что у меня получилась очень большая ваза и я ее сейчас немножко подрежу со всех сторон. Чуть-чуть. То есть вы тоже можете что-то корректировать, изменять, если вдруг вам по размеру что-то не подошло. Вырезайте все все равно немножко больше, чтобы потом, если что, немножко подрезать. Чем если вы сразу вырежете мелкие предметы, будет не очень хорошо смотреться. Нам все-таки нужно, чтобы у нас предметы наши были крупные, как вот на нашем эскизе. То есть на весь листик мы должны все заполнить. Рисовать лучше с обратной стороны, чтобы не испортить карандашом нашу фактуру красивую. И потом уже все вырезать аккуратно. Из этой желтой бумаги я вырезала вот эти пушистые цветения вербы. Сюда уложила. Сейчас буду вырезать свечу из этой же самой бумаги и нашего красивого цыпленочка. Теперь я беру вот эту бумагу, которая у нас была в таких брызгах, получилась. Беру нашу пасочку куличик, прикладываю вот таким образом. Вот здесь обвожу по контуру. Это будет у нас сверху глазурь, чтобы был точный размер, который нам нужен. Вот так получилось. Теперь нужно вот эти краешки аккуратно повырезать, чтобы создать имитацию таких потеков. Далее из остальной бумаги я вырезала тарелочку. Из белой бумаги я вырезала свечу, скорлупу. Вырезала также наши яички красивые. И теперь смотрим все вместе. Ничего вроде бы у нас не сливается, все хорошо. Но нам нужно выделить наши яички. Поэтому мы можем взять фломастер с вами. Можно взять разноцветные и нарисовать узоры добавить. Также можно нарисовать глазик. Но помним, что черный цвет мы не используем. Поэтому берем темно-синий, фиолетовый. Для узоров можно разные использовать. И давайте сделаем узоры, украсим. Теперь, когда последние штрихи готовы, мы можем все-все-все уже наклеивать в таком порядке, как мы положили. Сначала приклеиваем стол, потом повыше приклеиваем наш кувшинчик. И вот здесь краешек немножко оставьте неприклеенным для того, чтобы туда можно было всунуть веточки. И когда мы приклеим уже веточки, вы сможете доклеить вот этот кусочек. Тогда получится все аккуратно. Также наклеиваем наш пасхальный кулич, но уже немножечко ниже от вазы. Верхний краешек оставляем для свечи. В самом низу наклеиваем тарелочку. Вот такая интересная и необычная работа у нас получилась. Попробуйте сделать что-то похожее. Я уверена, обязательно у вас все получится. Желаю вам удачи. Спасибо большое за просмотр. Если будут вопросы, обязательно задавайте. Всего доброго! Главное правило это на холодном фоне хорошо смотрятся теплые цвета. И наоборот, на теплом цвете хорошо смотрятся холодные цвета. Не забудьте, пожалуйста, чтобы у вас ничего не сливалось. И соблюдаем расстояние. У меня везде они есть. Ничего я впритык, вот к краю ничего я не приклеила. Везде есть расстояние. Спасибо большое. До свидания.